Петропавловский храм Петропавловский храм Петропавловский храм А сейчас мы, как бы и взрослые дети, все в одной комнате обитаем. И так, конечно, тесновато. Детишки подрастают. Тоже и девочкам нужна будет комната своя, и мальчикам. Если будет воля Божия, получится с Божьей помощью отремонтировать дом, будет просто замечательно. Хотелось бы также сделать пристройку небольшую, чтобы была еще комнатка у детей своей отдельная. Ну, вот как Господь даст. Мы, в принципе, рады за то, что имеем, и Богу благодарны. Домик старый, 60-х годов, и фундамент очень слабый. Вот здесь, в этом месте, видно, что фундамент сильно просел. Вот эта комната, как бы, она просела очень сильно от остального дома, и фундамент нужно ремонтировать. Вот, наверное, даже срочно, потому что уже трещины большие пошли. И зимой холодный воздух поступает. Вот, и полы тоже под уклоном в комнате. Сложновато в этом плане. Вот домик наш съедает жучок. Вот, как бы, видно здесь опилочки такие. Вот он, как бы, подъедает. Ну, древесина очень старая, да, конечно. Вот, и дом ветшается каждым годом. Ну, вот здесь мы все живем. Комнатка небольшая, где-то, ну, метров, наверное, 17. Ну, и все равно уютно. Вот. Немножко тесновато, потому что здесь, как бы, мы и спим, все и играем. И матушке здесь тоже нужно с детьми заниматься. Вот, и сделали здесь небольшой ремонт. Вот. Поддерживаем эту комнатку. Здесь детишки спят тоже. И бывает на полу кто-нибудь спит. Вот, и у детей есть инструмент музыкальный, они учатся музыке. Вот матушка воспитывает хор будущий, даст Бог. Вот. Так что тесновато, но, слава Богу, как бы все равно. Зато все рядом. И даже весело. Исходя из того, что средств крайне мало, мы сажаем в свой огород. Вот. И, в принципе, даже большую радость получаем от этого. Потому что своими руками выращенные, это лучше, чем покупное, магазинное. Вот, получается, с Божьей помощью выращивать и помидорки, и огурчики, вот перцы, и ягоды для детей. Ну, вот, как бы основные виды овощей. Ну, также вот малина, как бы плодовые деревья. В селе очень нужна машина, чтобы возить детей и в поликлинику, и до ближайшего города тоже нужно съездить. И в больницу бывает, и купить что-то, и по требам ездить постоянно требуется. Вот. Ну, машина эта, она очень старая. Очень много раз ремонтировалась, перекрашивалась. Вот. Проблемы у нее также с ремнями, потому что ремни безопасности спереди есть, но они не работают. А сзади их вообще не предусмотрено. И детей взять с собой страшно. То есть детские кресла невозможно пристегнуть. И вообще мы не помещаемся, вот все, потому что четверо детей. Вот. Невозможно сесть всем на машину. Вот. Тут буквально сыпется все. И двигатель тоже. И гнилые, как бы, пороги. И вот днище. Машина часто ломается. И это очень большие расходы. Вот. Очень сильно бьет по бюджету. Вот. И тяжело бывает в плане материальном. Вот, дорогие братья и сестры, наш храм. Храму почти 120 лет. Он 903 года постройки. И храм когда-то был очень красивым, величественным. Сейчас, к сожалению, состояние его тяжелое, но с Божьей помощью, с каждым годом удается решать какие-то проблемы. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, а как храм выглядит изнутри. Центральный предел нашего храма в честь святых апостолов Петра и Павла. Храм этот был когда-то в благолепии, прекрасный. Вот. Но в 1938 году, уже после революции, храм закрыли и сделали из него пекарню. Потом здесь был тракторный гараж, тарный склад. Ну и, в общем-то, в конце концов, храм остался без крыши. Вот. Снесли купол центральный, снесли колокольню. Здесь все погибло. Все росписи. Пол тоже разбили. Кладка разрушалась, размывалась водой. И, в общем, текло все в храм. И получилось так, что разрушения здесь были очень большие. И вот с Божьей помощью сейчас мы восстанавливаем. Вот. Видно наверху, да, вот все эти места, которые были размыты водой и разрушались. Вот сейчас вот восстановили уже одну большую арку. Вот. Вторая. Центральный алтарь восстанавливается. Вот. Тоже очень много уходит кирпича туда. И сил, и средств, и все. Как бы вот в этот храм все средства, и все пожертвования, и стреп тоже для того, чтобы поскорее вывести храм из аварийного состояния и обезопасить людей, прихожан, детишек наших. Вот, братья и сестры, действующий предел нашего храма в честь святителя Николая Мерлигийского. Вот. Такое небольшое помещение, отгороженное от общего храма временной стеной. Вот. Здесь проводятся службы. Ну, здесь в воскресные дни у нас бывает, ну, 15-20 прихожан. Вот больше просто сюда. Ну, поместиться не может, поскольку тесно, конечно, вот, и мало места. Но все равно люди очень рады даже вот этому маленькому помещению. Все равно рады, что служба идет. Хотелось бы обратиться к вам, дорогие, с просьбой о помощи. Вот, хотя мы и живем в стесненных условиях, но за все Бога благодарим. Вот, рады тому, что имеем. Но все-таки детям хотелось немножко условия сделать лучше. Вот, чтобы была у них и комнатка своя, свой уголочек. Будем очень рады любой помощи. За всех будем молиться, поминать на Божественной Литургии. И все контакты мои, они будут в описании под видео. Вы можете писать и задавать какие-то вопросы. С удовольствием, с радостью отвечу на все вопросы. Вот. Благодарю вас и желаю помощи Божьей, милости Божьей вам. Храни Господь вас, братья и сестры. Храни Господь вас, братья и сестры.